Привет-привет, друзья! С вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас обзор линейки компании Моторола. Немного начале истории. 26 февраля Моторола Mobility были поглощены Lenovo, и вследствие чего бренд Moto стал называться Lenovo Moto. Однако, во время проведения выставки MWC 2017, представители Lenovo неожиданно изменили свое решение и официально заявили о возрождении бренда Моторола. И возвратили логотип в виде стилизованной буквы M на устройство, анонс которых состоялся в 2017 году. А также об отказе от субренда ZOOC. Но 30 марта заявила о возвращении бренда Моторола. Не Moto, а именно Моторола. На данный момент у Moto есть 5 актуальных линеек, у каждой из них свои особенности, плюсы, минусы и так далее. Рассматривая только актуальные линейки на данный момент. Moto S или Moto C. Под этой линейкой выпускаются аппараты начального уровня. Создатели решили сфокусироваться на простых и непонятных преимуществах. Скорости работы, стоковом андроида, свежих обновлениях и безопасности. В стилевом единстве основной линейки устройств. Здесь следующие аппараты C и C+. C++ работает на MTK6737, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенной и достаточно мощной батареей на 4000 мАч. Кстати, скажем, что выглядит достойно для начального уровня. Далее линейка E. Аппараты среднего сегмента, где упор сделан не на характеристике, а на материалы. Красивые корпуса, яркие расцветки, приятные тактильные ощущения. Все это Moto E. По сути, эта линейка занимает промежуточное место между линейкой C и линейкой G. Здесь следующие телефоны E4 и E4+. Moto E4 камень уже здесь у нас на АПе, правда, начального уровня. Но это уже очень хорошо. Значит, тоже 2 гигабайта оперативной и 16 встроенной. И батарея на 2800 мАч. Отметим, что это достаточно красивый и самобытный телефон. Moto G или Motorola линейка G. Типичные середняки, сбалансированные по характеристикам и цене. И наиболее массовые, так сказать, смартфоны. По сути, Moto G один из немногих аппаратов на почти стоковом Android с актуальными обновлениями. И еще в линейке обычно не экономит на NFC модуле. К слову, это одни из самых лучших бестселлеров компании. Здесь следующие аппараты. G5S, G5S+, G6 и G6+. G6 и G6+, это новинки этого года. G5S, своеобразный дизайн у него. Буква M утоплена в корпус, смотрится очень красиво и стильно. Есть NFC. И хотелось бы отметить, что у Motorola, у всех почти что Motorola, это уже заранее хочется сказать, чистый Android. А следующий Moto G5S+. Идет с двумя уже камерами. И новинки этого года. G6 выглядит очень достойно. На самом деле, передняя часть уже с хорошим большим экраном. Работает на 450-м снапе, такой же у Xiaomi Redmi 5. И цена приблизительно 250 евро. Это около 19 тысяч рублей. Далее, линейка X. Пару лет назад Moto X были флагманской линейкой, но сейчас актуальные модели имеют другое позиционирование. Например, Moto 4X однозначно ориентирован на молодежь, что проявляется как в дизайне, так и в рекламе и в продвижении этого телефона. Скорее всего, эта линейка или упразднится в будущем, или станет под флагманской линейкой. Здесь телефоны X-Play, X-Force, X4. X4 на 630-м снапе. Видео ускоритель Adreno 508. Есть NFC. Но и выглядит телефон достаточно самобытно, интересно и достойно. Видеокамера и фотовспышка напоминают немного дизайн от Leeko. Ну и Z. Это флагманская линейка, состоящая из нескольких моделей. Z это сам флагман линейки, тонкий, красивый, легкий. Moto Z-Play, долгоиграющий аппарат Moto Z-Force. Это защищенная версия флагмана. Также Z2 Play и Z2 Force. На что обратить внимание? Moto Z2 Play на 626-м снапе. 5,5 дюймов экран. 4 гигабайта оперативки. 64 встроенной. Батарея на 3000 мАч. И камера от Sony IMX362. С апертурой F1.7. Очень хорошая светосила для этого телефона. Выглядит аппарат достойно, стильно, красиво, узнаваемо. Ну и главное его преимущество это модули MODS, о которых мы поговорим немного попозже. И еще я бы обратил ваше внимание на Moto G5S Plus. Работает на всем знакомом 625-м снапе. Видеоускоритель Adreno 506. И диагональ дисплея 5,5 дюймов. Батарея на 3000 мАч. Отличная камера Sony IMX258. Хороший сбалансированный телефон. Хороший аппарат. Выглядит достойно. Если есть возможность, обратите на него внимание. Ну и конечно главная фишка флагманов от Motorola. Это конечно же Moto Mods. Так называемые моды. Задняя крышка модов или дополнительных модулей промагничена. Соприкасаясь с телефоном, примагничивается и самое главное и самое хорошее сразу же коннектится. Если надо поменять заднюю крышку, то это не проблема. Если необходим повербанк, то не надо привязывать его через какие-то шнуры. Просто присоедините заднюю крышку с повербанком и автоматически телефон начнет заряжаться. Если ваш телефон на 3000 мАч, то в итоге вы можете прибавить ему еще 3000 мАч и у вас будет 6000. Это достойно. Можно ходить очень долго и снимать. Но и самое главное, это конечно же удобно. Если вы любитель поиграть, то геймпад, который тоже соединяется автоматически. Не все игры поддерживают данный геймпад, но большинство игр известных поддерживают этот геймпад. Но еще хотелось отметить, что он выполнен в таком геймерском стиле. Если вы любитель красивой, качественной музыки, то, пожалуйста, JBL колоночка вам поможет. Подсоединяйте сзади, включайте и у вас хороший, качественный звук. Также есть специальная подставочка, чтобы колонки звучали максимально качественно. Есть еще один мод, это камера 360. Присоединяйте, и вы можете снимать видео в 360. Прямо в телефоне крутите видеоизображение как хотите, как вам угодно. Снимайте все это хозяйство и выкладывайте потом. Или делайте хорошие семейные такие обзоры. Но и один из самых необычных модов, это проектор. Честно говоря, я вначале вообще не поверил, что это возможно, или что это будет достаточно хороший, качественный проектор. Но он оказался таковым. Присоединяется сзади, проектирует все, что происходит на смартфоне. И причем достаточно хорошая картинка получается. Вы можете лежать дома на постели, включить свой телефончик и проектировать свой любимый фильм или сериал прямо на потолок. И на потолке наслаждаться этим качественным видео. Также в телефонах предусмотрен 3,5 мм джек, так что вы можете подключить еще колоночки, если есть желание. Ну и в общем сделать домашний кинотеатр. Это один из самых крутых модов, которые можно найти для этого телефона. Еще одним из самых необычных модов является Polaroid Mod. Вы можете сфотографировать и сразу же распечатать фотографии, не отходя от конца. Предлагаются специальные кассеты, которые вставляются вот в это устройство. Вы делаете фотографию, выбираете, накладываете на нее определенные фильтры и печатаете фотографии качественные. Если вы, допустим, где-то в поездке, в дороге, вам нужно оставить кому-то срочно фотографию, то это очень удобно, очень стильно и очень-очень интересно. Может быть вы пожилой человек или же бабуля, и вам необходимо проверить ваше сердечко, сердцебиение. Но без проблем, есть необходимый мод, который подсоединяется к вашему пальцу и проверяет ритм вашего сердца. Отлично сделано. Также уже у нас неудивляющий мод клавиатура подсоединяемая, то есть вы можете быстро печатать определенные тексты на физической клавиатуре. Ну и последнее. Можно присоединить к этому телефону дополнительный фотоаппарат. Причем фотоаппарат не просто от компании Hasselblad. То есть это суперкрутая оптика, это разработки, также есть встроенная оптическая стабилизация, 10-кратный зум и все фишки этого фотоаппарата. Поэтому, друзья, это моды, это одна из самых классных фишек, которые придумала компания Motorola после слияния с Lenovo. Это действительно очень достойный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Друзья, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, пишите абсолютно любой комментарий, это поддержит этот канал и это видео. С вами был я, Эд Скрабер. Скоро новое видео. Всем хорошего настроения и пока-пока.